Всемирный день зрения отмечается во 2-й четверг октября по инициативе организации здравоохранения. Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты, нарушения зрения и реабилитации людей. Слепота – это неспособность видеть. Ведущие причины данной болезни включают катаракту, глаукому, возрастную дегенерацию желтого пятна, помутнение роговицы и трахому. Все шире встречается слепота, развивающаяся с возрастом, а также вызванная неконтролируемым диабетом. Обо всем этом рассказала врач-офтальмолог городской поликлиники Гульжаган Даудова. Сейчас стали взрослые люди страдать, появилась такая возрастная, называется макулодистрофия, дистрофия сетчатки. Это болезнь, связанная со склерозом нервной ткани сетчатки, глаза, появляются рубцовые изменения, это склеротические изменения на сетчатке появляются. 65% людей с нарушением зрения – это люди в возрасте 50 лет и старше. Поскольку в последние годы число пожилых людей увеличивается, то и больше людей подвержено риску возрастных нарушений зрения. Как отметила специалист, в большинстве случаев можно избежать тяжелых последствий благодаря своевременному лечению. Регулярная проверка помогает выявлять возможные проблемы на самых ранних стадиях. Предотвращение полной слепоты у граждан. Мы стараемся ее измерять каждому, кто обращается к нам. И стараемся, чтобы обращались не только по общим заболеваниям, чисто в глазной кабинет, люди, достигшие 40 лет. Все должны проходить в нашем доврачебном кабинете, измерять глазное давление, чтобы выявить ее на ранних стадиях глаукомы. Когда глаукома выявляется на ранних стадиях, она очень поддается лечению легче и предотвращается слепота. Кроме того, врачи рекомендуют не забывать и о мерах профилактики глазных болезней. Советуют отказаться от курения, поскольку никотин губительно влияет на зрение. Регулярно употреблять продукты, укрепляющие сосуды сетчатки. Поменьше времени проводить перед телевизором, компьютером, игрой в электронные игры. И регулярно посещать офтальмолога.